Архитектура это мастерская игра форум, которые сливаются воедино, совершенная и восхитительная. А вся жизнь это дорога домой. Кем бы вы ни работали, хоть покорителем космоса, все неугомонные сердца в мире ищут дорогу домой. И чтобы такой дом родной и светлый был не зарисовкой в буклете, в этом году на финансирование ипотеки из всех источников будет направлено 22,5 триллиона сумм. В том числе почти 10 триллионов выделят на ипотечные кредитования. 2,3 триллиона на покрытие первоначального взноса и процентов для 20 тысяч семей с низким доходом. Таким образом, государство стимулирует и девелоперские структуры, и подрядчиков, и расширяет спектр потенциальных приобретателей жилья. Топ-10 нововведений в сфере строительства жилья и в частности ипотечного финансирования суммировал Хандамир Хашимов. О том, что процесс градостроительства пресерпел беспрецедентные изменения на примере Узбекистана, можно говорить смело и без преувеличений. За несколько лет был пройден путь в десятилетия, если не больше. Каким образом продолжится трансформация? На чем будет сделан акцент в этом году? Какие тенденции ждут нас в сфере строительства? За счет резкого увеличения объемов строительства в стране в последние годы застройщики и хакимы получили большой опыт. Пришло время, когда они должны более тщательно работать по повышению качества жилья и снижению его себестоимости на рынке. Закиров вместе с хакимами областей в течение двух недель должны выработать конкретные меры по достижению снижения себестоимости строительства и отчитаться об обеспечении реализации поставленных задач. Для того, чтобы емко, но в то же время детально донести значение озвученных главой государства инициатив и поставленных задач, мы сосредоточили внимание на десятилетиям вовведениях. И так, обо всем по порядку. Отменяется требование страхования ипотечного жилья, передаваемого под залог. Благодаря этому заметно ускорится время оформления ипотеки, а также снизятся расходы граждан как минимум на 5 миллионов сумм. Очень актуально усиление системы защиты населения при строительстве жилых домов на долевой основе. Это вызвано тем, что, войдя в доверие населения, недобросовестные подрядчики начинают работать, так сказать, в своих интересах, минуя выполнение обязательств, пользуясь некоторыми лазейками в законодательстве. Мы столкнулись с такой проблемой, что приобрели квартиры. Когда приходили, нам показывали в отделе продаж красивые картинки, фото, как будет выглядеть дом. Но, как позже выяснилось, спустя долгое время строительство не начиналось и выяснилось, что разрешений на самом деле на эту землю нет. Эта территория земли находилась в собственности водоканала, она приватизации не подлежит. Эта новость выходила в средства массовой информации. Была создана рабочая группа, предложили вариант решения этой проблемы, нашлись застройщики. Проблема решилась, люди не остались на улице, никто не остался без квартиры. Номер 8 в топ-десятке новостей. Запланировано возведение 17 массивов Янги-Узбекистан в текущем году. Ассигнования на создание жилищно-коммунальной инфраструктуры определены в размере 800 миллиардов суммов. Среди ключевых приоритетов – качество, учет сроков и снижение себестоимости. В настоящее время строительство жилья обязательно ведется комплексно. Это учитывается в генеральных планах. Кроме того, разрабатываются мастер-планы жилых застройок. В них учитывается инфраструктура, инженерные коммуникации, детальные планировки. Там не только инженерные коммуникации, прокладка дорог. Это такая тенденция взята из международного опыта. Социальные объекты, школы, детсады, поликлиники и прочие, они не должны быть на расстоянии не более 15 минут ходьбы от места жилья. Массивы чем выгодны? Они при подборе земельных участков обязательно учитывались природные факторы, близость инженерных коммуникаций. И вот все это закладывалось в проекты. Сейчас идет реализация этих проектов. У нас для этого существует инспекция строительная при министерстве. Там есть высококвалифицированные специалисты. Ими проводится работа по реализации этих проектов. Седьмой факт, заслуживающий особого внимания. Новость о направлении 1,2 триллиона сумм из компании по рефинансированию ипотеки на ипотечное кредитование. По предварительным оценкам, такое решение позволит 4 тысячам семьям стать владельцами заветных ключей, квартир в новостройках, воспользовавшись данными возможностями. Задача, поставленная руководителем страны, довести уставный капитал компании до 100 миллионов долларов. В работе по наращиванию объемов строительства шестая новость станет одним из катализаторов достижения цели. К возведению жилья будет привлечено почти 2 тысячи подрядчиков. Дело в том, что отныне к строительству пятиэтажных домов будут допускаться подрядные организации с рейтингом удовлетворительно. А в случае девятиэтажных домов среднеудовлетворительно. Надо признать, что архитектурный облик любому городу придают высотные здания. Была тенденция, в районных центрах строительство велось не более 3-4 этажей, в областных центрах 5-6 этажей. Даже в самом Ташкенте высота зданий не превышала 10 этажей. Но уже 5-6 лет, вот это все свидетельствует о том, что тенденция идет к высотному строительству. Это требования нашего президента в целях улучшения архитектурного облика населенных пунктов, экономии земельных ресурсов, строить высотные здания. Надо сказать, что строительство ведется не только в Ташкенте. Пятерку важных нововведений открывает применение новых финансовых инструментов для строительных компаний. С целью предотвращения резкого повышения цен на жилье, выработаны меры по увеличению количества предложений. Каким образом? На предоставление подрядчикам поручительства по кредитам и частичной компенсации расходов по процентам компании по развитию предпринимательства будет выделено 200 миллиардов суммов. А действие таможенных льгот по импорту специальной техники для строительства домов продлится до года. На пополнение оборотных средств подрядных организаций будет направлено 500 миллиардов суммов с выдачей льготных кредитов на срок до 18 месяцев с годовой ставкой 16% и льготным периодом 12 месяцев. В стране резко поднялись цены на одного квадрата метра жилья, срок строительства затягивается. Это вызывает недовольство у населения. Президент несколько раз повторил сегодня в сфере. Самые актуальные вопросы это цены, качество, срок строительства и себестоимость жилья. Свой рабочий взгляд 23-24 октября прошлого года президент отметил тогда, что единственный способ снижения себестоимость строительства домов производства в нашем цехе более 30 видов строительных материалов. За счет оснащения 40 видов современной строительной техникой квалифицированных специалистов нашей компании удалось снижить цены квартиры на 20%. Нас стимулирует, что для застройщиков снижены ипотечные кредиты с 25 до 18%. Мы освобождены от налога на добавленную стоимость и таможенные пошлины при возле строительной техники и новые технологии оборудования из-за рубежа. Хотелось бы поблагодарить президента за созданные у нас условия. Топ-четвертая новость вобрала в себя ведение зеленого стандарта. Формулировка говорит «сама за себя». Выигрывают обе стороны. Для населения это создание экологического ландшафта, а для подрядчика способ получения кредита с меньшим процентным пунктом. Такой вот стимулирующий инструмент. Обязательно вопросы экологии. Надо признать, например, в столице мы отстаем от нормативных показателей озеленения территории города. Сейчас это наращивается. И именно поэтому наш президент дал поручение нашему министерству, министерству экологии при разработке планов обязательно вопросы увеличения площадей озеленения. Конкретно по Ташкенту президентам дано поручение создания зеленого пояса. Тройку новостных лидеров замыкает события социальной важности и значения. Семьям, включенным в программу по выводу из бедности и проживающих в непригодном жиле, на основании рекомендации Махалинской семерки будут выдаваться ипотечные кредиты на строительство и ремонт собственного жиле в размере до 120 миллионов суммы. При этом 15% пунктов кредита, а также до 6 пунктов годовой ставки в первые 5 лет будут покрываться из государственной казны. Долгие годы, одним словом сказать, ничего почти не строили. За это время много у населения собралось проблемы с жильем. Кто нуждается в ремонте, кто нуждается в жилье. Мы определяем, у меня в Махале проживает 65 человек. Первая группа есть, вторая группа есть. Инвалидности, лежачие инвалиды есть. Они остро нуждаются, допустим, в ремонте своих квартир. Мы изучаем их, делаем соответствующие документации, готовим все. И своим представлением выносим соответствующие органы, чтобы они видели средства на ремонт их квартиры. Впервые на финансирование ипотеки ожидается направление таких огромных средств. 22,5 триллионов сумм. В эту сумму включены ипотечные кредитования, покрытие первоначального взноса и процентов для 20 тысяч семей с низким уровнем дохода. Естественно, это огромные цифры, но при желании это возможно. Потому что из 2016 до этого периода столько домов построили. Наши вот это Махале не было ранее. Здесь был участок, где сажали клубнику. Раз мы строим сейчас участки, допустим, современные дома, там, соответственно, инфраструктура, дороги, газ, электроснабжение. Она делается комплексно, соответственно, одновременно. 100 тысяч единиц жиле. Именно такую задачу поставил глава государства, определив ориентир для строительных и подрядных организаций для сравнения в прошлом, в 2023-м, было сдано в эксплуатацию 85 тысяч квартир и домов. Насколько повлияет столь масштабная работа на превращение городов и районов в современные мегаполисы и агломерации, мы узнаем уже в самом ближайшем будущем. Преобразования во внешнем облике не рассчитаны лишь на райцентры и другие, приближенные крупным городам селения. На повестке дня вопрос создания комфортных жилищных условий для граждан отдаленных местностей. И это, пожалуй, самое главное.